В Орехово-Зуве завершается второй этап реконструкции парка Победы. Уже совсем скоро жители смогут оценить масштабные изменения. Окончание работ запланировано на конец этого года. А в школе номер 16 только начинается строительство дополнительного корпуса. Сотни учеников, а также их родители ждали этого годами. Это позволит ликвидировать вторую смену. Ход работ на объектах на личном контроле главы городского округа Геннадия Панина. Зима не за горами, но в парке Победы оживленные шумно. Подрядчики завершают благоустройство второй очереди. Работы идут во всех частях парка. Основные на четырех масштабных объектах. Хозблок, сцена, пирс и монумент Ростки жизни. Глава округа контролирует ход работ. На месте планируется установка монумента. Идет устройство фундамента. В ближайшее время на этом месте появится бронзовый мемориал высотой 10-12 метров. Это будут ростки, которые пробиваются сквозь камни и листьями образуют арки – символ жизни. Особое внимание и к устройству пирса. На этом объекте проходила большая многомесячная подготовительная работа. Теперь же счет идет. На дне осталась укладка террасной доски. Рядом с пирсом построят сцену. Рабочие ожидают материалы. Небольшое здание возводят недалеко от центрального входа в парк. Это хозблоки. Ведется монтаж так называемого хозблока, в котором также будет туалет. Это сегодня номер один вопрос у пользователей парка. Даже еще на стадии неиздачи конечного этапа. Но в целом уже все видно. И особенно сейчас видно, что травка зазеленела. Достаточно красивый вид у парка уже прослеживается. Работ по озеленению прошло немало. Представители садового питомника заканчивают посадку. 524 дерева и две с лишним тысячи кустарников. Вот такое зеленое богатство будет у парка. Также в заказе сейчас площадка для выгула собак, установка ограждений, асфальтные работы. Работы сейчас ведутся активно. Порядка 30-40 человек у нас производят данные работы. Асфальт, в принципе, завершили уже по велодорожке целиком. Окончательное завершение планируем, когда все уже строительные свои бригаду увезут и будем асфальтировать парковку. По контракту до конца 2019 года работы в парке должны быть полностью завершены. А в планах администрации в преддверии Нового года установить большую праздничную ель. Тем временем по соседству в школе номер 16 началось строительство пристройки. В октябре был заключен контракт с подрядной организацией и дан старт работам по возведению нового корпуса. Сейчас ведется разработка котлована. Далее планируется заливка фундаментной плиты. Площадь нового здания составит более 4000 квадратных метров. Здесь оборудуют классы – спортзал, пищеблок, медкабинет, административные и технические помещения. Прилегающая территория также не останется без внимания. Планируется масштабное благоустройство. Здание пристройки будет доступно для маломобильных групп населения. Первый этаж будет на одном уровне с землей. Это обеспечит беспрепятственный вход в школу. Корпус рассчитан на 300 мест. По 16 школе у нас потребность больше. Но учитывая плотную застройку, ограничения федеральной трассы, у нас не получилось найти проектное решение более чем на 300 мест. Но я думаю, что будем искать решения другие. Мы строим сейчас и в других частях города. Будем перераспределять ученические потоки. Но наша задача до конца 2021 года – выйти на нулевой показатель по второй смене. Также глава подчеркнул, что сейчас от подрядчика требуется выполнять все работы в срок. Создано управление капитального строительства. Организация в ежедневном режиме будет контролировать работы на объекте. По контракту ввод здания пристройки в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года.